Всем еще раз привет! Это снова я и хочу снять очередную часть про азиатскую косметику. Получила я еще такую некоторую кучку всего, что-то протестировала, что-то нет. Но сегодня я расскажу, конечно же, о том, что я успела протестировать и о чем у меня сложилось какое-то мнение. Начнем, наверное, вот с этого крема для рук. Это Etude House. Я вам показывала аналогичный тоже от Etude House. Видите, такие божьи коровки, они практически одинаковые. По крайней мере, форма точно одинаковая. Внутри содержимое тоже почти одинаковое. Мне было интересно, различаются ли они, и поэтому заказала, но они ничем не различаются. Масса сама выглядит как баттер. Такое очень густое средство, вот прям кусочком. И на руке оно тоже не сразу, так сказать, тает, а ведет себя именно как баттер. Но дело в том, что после него руки не жирные, это не масло, это просто очень густой крем. И он точно так же хорошо смягчает, как красная божья коровка. И, в принципе, мне нравится. Но я не думаю, что буду заказывать их постоянно. Еще из миленьких вещей. Вот такая маска от Тони Молли в виде розового мороженого. Должна бы я была я рассказать вам про нее еще в третьей части, но она у меня стояла в ванной, и я просто забыла. Называется маска Crispy Tropical Pack. Ее нужно нанести на лицо, некоторое время подождать, помассировать, смыть. Выглядит она как розовое желе, такое, как розовое жидкое желе с кусочками более густого желе, с очень мелкими кусочками более густого желе. Вроде бы и не скраб, но, тем не менее, текстура несколько неоднородная. Запах просто чудесный такой, свежий. Прям, мне кажется, что пахнет конфетками. Никакого волшебного действия, тем не менее, я от этой маски не вижу. Да, немножко освежает кожу, как-то кожа выглядит более, да, более свежей. Немножечко сужаются поры, но не слишком показательно. В принципе, этой маской я довольна. Но, боюсь, что купить ее уже довольно трудно, потому что их сняли с производства. Я хотела попробовать еще голубую мороженку. Голубая мороженка – это у нас ночной крем для лица. Но вот, к сожалению, не удалось. В принципе, неплохой продукт, но больше второй раз я бы вот именно эту вещь не купила бы. Дальше получила я, наконец-то, спонжик коньяку свой. Уже я про него, во-первых, забыла, во-вторых, передумала его пробовать. Одно раз прошел, то, конечно, попробовала. Шел он мне больше двух месяцев. Что-то с нашей почтой такое случилось. Очень долго обрабатывалась эта посылка. Он действительно приходит очень-очень жесткий, как пемза, наверное. И этой штукой можно дно ржавого корабля почистить. Не то, что человеческое тело. Размокает она до полного мягкого состояния, примерно за две минуты, по крайней мере. Тот единственный раз, который я пробовала это сделать, у меня за две минуты. Она размокла, становится очень-очень мягкой, как натуральная губка. И очень приятно умывать этой вещью лицо, особенно после применения каких-либо масок, которые не всегда смываются просто методом поливания водичкой. В принципе, особенно для масок, я считаю, что вещь полезная. Особенно учитывая ее цену, что-то около одного или двух долларов, то это вообще за даром. Следующая вещь, это не китайская, не корейская, а тайваньская. Марка называется Shills. И это знаменитое ночное желе Shills. Я говорю знаменитое, потому что очень-очень много положительных отзывов в интернете именно на этот продукт. И я помню, что я вам говорила, что хочу заказать ночную маску Тони Молли, но немножко подумав и покопавшись еще в интернете, я решила заказать вот эту, причем сразу полным объемом. Получила я ее только вчера. Тестировала только одну ночь, но тем не менее у меня уже есть что сказать. Вещь просто потрясающая, это правда. У меня за ту ночь, пока это желе было на лице, уже были видны результаты. Я проснулась утром с ровным цветом лица, что у меня бывает довольно редко. Абсолютно ровный тон, поры немного сужены, ни капли жирности на лице, но тем не менее увлажненность есть. И что интересно, наносится это средство очень легко. Оно представляет собой обычная такая текстура для азиатской косметики. Такой крем-гель, который легко и быстро распределяется и становится похожим на лосьон в процессе распределения по коже. Практически ничем не пахнет. И что меня очень-очень радует, это средство очень быстро впитывается. Не то что быстро, можно даже сказать моментально оно впитывается в кожу. Вообще не оставляет никакой липкости, не оставляет никакого следа, никакой пленки. Но оставляет какое-то ощущение, что на коже что-то присутствует. То есть это не жир, не знаю. Ну такое приятное достаточно чувство. Может это чувство увлажненности. Ну в общем, я просто в восторге на данный момент. Конечно, нужно еще пользоваться, нужно рассматривать. Следить за реакцией кожи. Вполне возможно, что негативные реакции будут позже. Но на данный момент я просто в восторге. И будьте осторожны. Я знаю, что многие говорят, что на ebay полным-полно подделок вот этого желе. Именно не знаю, с чем это связано. И откуда вообще пошла эта информация. Но вот говорят, что так. Мое желе определили независимые эксперты как правильное. Коробочка, ну крем, само это желе было в коробочке. Коробочка была наглухо запаяна в пленку. Ну вот здесь только там отверстия были сверху и снизу. Вот и на самой, на самом тюбике голограммка такая, на которой написано шилс и еще там какие-то всякие штуки. Стоило желе то ли 15 долларов 60 центов, то ли 15 долларов 80 центов с бесплатной доставкой. И если вам в рамках того, что я только что рассказала про подделки, если вам вдруг будет интересно, у кого я покупала именно это желе, напишите мне в личное сообщение, я вам дам ссылку. Из декоративной косметики решила попробовать румяна. Марка называется The Face Shop. И такие вот симпатичные румяна в картоночке. С такой пуховочкой розовой. Это такой цвет румяна. Оттенок, по-моему, называется Baby Pink. Хочу сказать, что румяна просто ужасные. Они меловые. Это просто действительно как слегка розоватый мел. Причем они очень плохо пигментированы. То есть они рыхлые, да, они набираются хорошо, но пигментированы они плохо. И выглядят как почти белый матовый цвет. Такой белый с легким розовым отливом. Ну то есть это не румяна, это хайлайтер скорее матовый. Но так как я хотела именно румяна, поэтому я в этом продукте разочарована. И, кстати, держится очень плохо. У меня даже не то, что очень плохо, это даже смешно. Но он практически совсем не держится. Я его наношу и через минут 15-20 я вообще не нахожу на лице у себя следов, что я это наносила. Так что румяна от Face Shop, Lovely Me X, я вам не советую. Также из декоративки я купила пробовать тушь от Tony Moly с кисой. Tony Moly Map я очень люблю. И посмотрите, какая красивая киса. Сама тушь довольно небольшого размера. Вот, например, Yves Saint Laurent эффект накладных ресниц для сравнения. И также у неё очень тоненькая щёточка. Щёточка обычная ворсовая, не пластиковая, не силиконовая. Но она тоненькая. Я люблю, когда щёточки тоненькие. Мне ими легче орудовать и легче как-то разделять, прокрашивать ресницы. Сами ресницы у меня, я уже, наверное, говорила, скромные. Поэтому мне в этом плане удобнее орудовать маленькими щёточками. И вот какая щёточка снизу Tony Moly, сверху Eves Saint Laurent по размеру. Вот. Про саму тушь хочу сказать, что тушь мне не понравилась. В ней заявлено, что она должна давать объём и удлинение. И того, и другого она даёт довольно скромно. Совсем немножко объёма, совсем немножко удлинения. Но она сама по себе густая. И очень быстро начинает комковаться на ресницах. Разделить с ней ресницы практически невозможно. И в первый слой я имею недостаточно, на мой взгляд, объёма и длины. А на второй слой я уже имею паучьи лапки вместо ресниц. Поэтому очень с ней трудно. Хотя дизайн просто прелестнейший. Ещё раз покажу. Вот такая вот кисуля. Такая стильная, чёрненькая. В общем, мне не понравилась. Вот такие пробнички заказала. Это Tony Moly Fresh Aqua. Называется серия. Это тонер типа лосьона. Это эмульсия. Увлажняет очень хорошо. Мне понравилось. Впитывается очень-очень быстро. Запах очень лёгкий. Такой свеженький, лёгкий косметический запах. Ненавязчивый, не раздражает. Исчезает достаточно быстро. И я этому рада. В принципе, оба средства мне понравились. В плане увлажнения. В плане того, как они ведут себя на коже. Но единственное, что когда я вот эту эмульсию нанесла под тональный крем. Не под BB крем, а именно под тональный крем. Под BB крем я ещё не пробовала. Тональный у меня на ней очень-очень быстро скатался. Хотя ничто не вело к тому. И эта вещь, потому что уже, как я считала, она впиталась. И никаких следов от неё не было. Но всё же на ней очень быстро скатался тональник. Не переживайте, если вам не видно названий. Потому что бутылочки очень маленькие. Я постараюсь все названия не забыть и написать снизу. Дальше две вот таких вот тоже миниатюрки. Это улиточные средства. Тоже марка Tony Moly. Значит, вот нечто похожее на канцелярский клей. Называется Intense Repair Life's Nail Skin. И не написано, что это эмульсия. Или это сыворотка. Или это крем. По текстуре похоже, что это какая-то... Не знаю. Но вот клей и есть клей. По текстуре... Не знаю. Я бы назвала это эмульсией, наверное. Или густым лосьоном. Второе средство. Тоже бла-бла-бла улиточное. Только называется лосьон. Хотя вещь очень густая. Я бы скорее написала, что это крем. Ну, хозяин-барин, как говорится. И что я хочу сказать. Тоже оба средства довольно приятные. Хорошо ложатся на кожу. Увлажняют. Быстро впитываются. Но вот от этого, который похож на клей, я в полнейшем просто тоже в восторге. Как и от желе Шилс. И когда я немножко позаканчиваю хоть какие-то свои средства, которые у меня сейчас в ходу, я обязательно закажу полноценную версию вот этого средства. Что она делает? У меня была проблема с кожей. Были какие-то высыпания, которые долго не проходили. Я не знаю почему. Что-то, видимо, какие-то внутренние проблемы, может быть, были. Ничего не помогало. Прыщики. Такие какие-то такие красные. Такие, не знаю, подростковые красные прыщи. Причем забитых пор ничего этого не было. Черных точек нет. Это не про меня. А вот именно такие розовые прыщи у меня были. Вот эта вещь за одну ночь лицо мне поправило, наверное, процентов на 70. То есть, те прыщики, которые собирались появиться, они не появились. Те, которые были старые, они заметно, как сказать, заметно сникли. И в целом кожа выглядела очень хорошо. Средство тоже очень быстро впитывается. Не оставляет никакой после себя липкости. Ну, может быть, чуть-чуть, если придираться, если сравнивать с какими-то совсем легкими средствами, ну, чуть-чуть чувствуется, да. Но прям вот чтобы было липко и некомфортно, такого нет. Очень хорошо обошлась с моей кожей вот эта штуковина неведомая. Обязательно я буду заказывать. Поры были тоже такие нерыхлые. У меня проблема – это широкие поры. Кстати, может быть, потому они у меня и чистые, что, ну, так как они широкие, из них лучше вычищается всё. Вот. Поры были немного сужены. Общий вид кожи был очень такой, ну, заметно хороший по сравнению с предыдущим днём. И так как более ничего нового я не пробовала, то я склонна нахваливать именно вот эту вещь, которая, я так думаю, помогла добиться хорошего вида. Моя оценка просто пять с пятью плюсами. А вторая вещь – от неё я не заметила особого волшебства, как от первой вещи, да. Но наоборот, вот от именно этого средства, которое называется Intense Repair Life Snail Lotion, у меня стали слезиться глаза. Хотя я, конечно, на кожу вокруг глаз не наносила эту вещь, я наносила просто на лицо, но каким-то образом бывает так, когда средства неподходящие. Я не могу сказать, что это аллергия. Мне кажется, аллергия как-то по-другому проявляется, просто оно какое-то немножко более агрессивное. Может быть, я слегка, там, не знаю, глаз почесала или что. Но мне, честно говоря, им пользоваться страшновато, и я буду продолжать пробовать его, тестировать. Всё-таки тут тестер, и деньги за него оплачены, а слишком большого негатива он не вызвал у меня. Буду продолжать тестировать, если что-то у меня, моё мнение поменяется, либо какие-то новые свойства откроются, я вам обязательно расскажу про эту вещь. Единственное, ещё знаете, вот если будете заказывать такие, вещи в пробниках, его довольно трудно оттуда достать. То есть, он настолько густой, я вот так вот калачу по руке, тут выдавливается вот по такой маленькой точечке, и когда я таких точечек насобираю, сколько мне нужно, я начинаю наносить на лицо. Вот, не очень удобно, такой, не очень удобен такой вариант пробников.